всем здравствуйте сижу я здесь в общем на днях и грущу и говорю мужу представляешь все орхидеи вылечил и даже уже полечить никого это как в мультике маша и медведь кого здесь спасти то же самое даже спасти уже мне никого дай бог я все орхидеи которая могла перелечила сейчас они находятся у меня на восстановлении на адаптации и чтобы прям взять и кого-то полечить нет таких орхидеи и видимо услышал бог мои мысли звонит мне вчера моя постоянная покупательница и спрашивает меня лена у меня есть две орхидеи с которыми я но ничего не могу делать вот я их пересаживала уже два раза они все равно находятся вот в таком состоянии подскажи что мне делать я говорю а что вы хотите от них не видя даже вообще при этом не зная не видео не понимая что с орхидеями но что мне предпринять интерную кислоту либо там еще может быть один раз пересадить и если честно очень и очень не люблю когда вот такие вот поверхностные вопросы что мне с ними делать а я откуда знаю я даже не знаю вообще ли им как вы за ними ухаживали что с ними случилось нет ни одной фотографии и как можно вынести какой-то диагноз это тоже самое что когда не приходишь на прием к врачу а звонишь онлайн вот там у меня это 5 10 помогите спасите таблеточку там не выпишите вот так же невозможно и так нельзя делать ни в коем случае и здесь тоже самое она говорит ну как ли но у них два варианта либо они погибают либо ты помогаешь мне их восстанавливать вот если честно я впервые берусь за то чтобы но так взять к себе домой принести чужую орхидею во первых это для меня будет являться риском а все потому что он пусть я сейчас над этими орхидеями манипуляции какие-то проведу но каждая орхидея имеет свое какое-то заболевание там каких-то своих вредителей и если я их прямо сейчас поставлю даже вот на это реанимационное окно это может быть чревато для моих орхидеи и с одной стороны но я не приверженец до того что вот брать чужие орхидеи но с другой стороны то же самое что мы покупаем в магазинах орхидеи с одной стороны думаю почему бы и нет помочь хорошему человеку был у меня как-то такой жизненный то чтобы опыт когда изначально у меня даже youtube канала еще не было меня спрашивала одна женщина лена можете вы мне помочь с орхидеями но показала фотографии все я говорю его но это сделайте там то сделайте она такая говорит а можно я их вам дам но я сразу спросила да или отдам она говорит дам на восстановление но знаете ли вот если вдруг с ними что-то получится погибнут либо что-то еще вы мне вернете другую орхидею либо отдадите вернете за них деньги представляете конечно и смех и грех и такое бывает с другой стороны я думаю да надо она мне вот она мне надо другой тобой стороны человек то бы как сказать понимающую он бы на возьми лена вот хоть просто вот забери их восстановить хоть что с ними сделали лишь бы они жили а здесь если в случае чего даже я еще оказывается этому человеку должна здесь та же самая ситуация пусть эта женщина но мы с ней общаемся мы с ней созваниваемся консультируемся где-то по поводу орхидеи и я ее сразу предупредила если что вдруг пойдет что-то не так и орхидея но погибнет я ответственности за это не несу я не бог я не фея и в жизни может произойти вообще абсолютно любая ситуация на что она ответила конечно же выживут приживутся там все с ними хорошо будет тогда отдашь но если уж не получится то не получится и этот момент также ребят необходимо учитывать но в действительности так она есть даже когда ты приносишь домой цветок нет гарантии того что она у тебя будет жить покупаешь почтой интернетом да даже если ты у меня цветок купил но ее нет и никто никогда вам не даст той самой гарантии я конечно что смогу с ними то сделаю постараясь их восстановить конечно специальная их уничтожать убивать не буду я орхидеи люблю опыт у меня ухаживание за ними есть тем более лечение восстановление и реанимация и как могут видеть новички также моего канала я все вылечила свое теперь вот хожу собираю орхидеи у других людей конечно же жалко посмотрите какое у них состояние и действительно если я им ничем не помогу единственный их путь это только лишь орхара давайте поближе уже вместе с вами их рассмотрим и узнаем что же в итоге спровоцировала орхидеи вот на такое состояние когда у орхидеи вот такая ситуация то есть листья падают как говорится уши спани или морщиницы потерян тургор это две причины на это либо что-то случилось с корневой системой либо они хотят пить но чтобы орхидею довести вот до такого состояния чтобы она хотела пить здесь конечно необходимо очень сильно постараться не их муж принес утром но постояли сколько они полдня и сразу же я буду восстанавливать здесь ребят времени нет на то чтобы медлить чем дальше и больше я буду тянуть пусть они у меня денечек до 2 постоят орхидеям будет намного тяжелее я изначально сейчас вот прям перед записью видео орхидеи обработала вот таким вот препаратом инсекто акарицидом от вредителей от клещей для чего я это делаю потому что я ну пусть даже не человек мне знакомый я с ним хорошо общаюсь но все равно это для меня новое растение для меня незнакомое растение а вдруг какой-то тот же самый вредитель может провоцировать орхидеи на какие-то заболевания на грибковые это тоже может быть и обязательно я абироном обрабатываю орхидеи для профилактики кто-то мне скажет о том что абирон это сильный препарат для вредителей и лишний раз профилактировать абироном не нужно вот вы мне даже такой комментарий можете и не писать я его сразу удалю честно это лично мой опыт который мне показывает вот я когда ранее орхидеи также при приносила я обрабатывала их фитоверма также можно обработать фитощит есть такой препарат и есть от бона форт от насекомых общих для профилактики много есть каких препаратов по итогу времени я начала понимать о том что мои орхидеи заражены красным клещом и ни один препарат для профилактики мне не помог и ни один препарат мне не помог убить этого клеща помимо абирона ребят наличие есть почта россии могу отправлять обращайтесь и два года промучившись клещом сколько у меня орхидеи поел это тоже не дай бог и только лишь благодаря этому препарату я смогла убить красного клеща вот если кто-то сталкивался с этим вредителем напишите мне в комментариях насколько он тяжелый и опасный вообще для орхидеи вы вывести крайне тяжело он микроскопически его невозможно заметить его замечаешь только лишь по каким-то признакам кстати об этом будет следующее видео мне также здесь дали на передержку несколько орхидей и вот там то вот я обнаружила красного клеща обязательно даже этот препарат и тяжелый но орхидеям он не вредит но красного клеща он убьет изначально я протерла спиртом ну то есть водка со всех сторон листики для того чтобы смахнуть пыли с листа и чтобы этот препарат лучше всего сюда впитался все вот даже видно что здесь еще препарат оберон он местами лежит я их обрабатывала опрыскивала вот таким вот спреем это у меня спрей от такого производителя я использовала а для орхидеи недавно кондиционер от биомастером который содержит сукцинат хитозана ну хитозан это такой хороший препарат так скажем но антистресс адаптоген я вот его использовала такой ребят тоже мне в наличии этот спрей есть могу его вам рекомендовать и орхидеи которые стоят на окне и батареях я его использовала чтобы не засушить в первую очередь воздушные корни и когда вот этот большой перепад между ночными прохладами и горячий воздух от батареи очень хорошо помогает он у меня закончился теперь я сюда заливаю различные препараты и опрыскивать чем он мне нравится именно этот распилитель он работает дисперсно то есть как пыль у него нет такого свойства как у других спреев как дождем это льет как из ведра и все и вот этот дождь он очень быстро попадает в пазухи здесь вода остается если не промокнуть начнется гниль все дисперсно опрыскала и как пыль он сюда лег хорошо ладно давайте приступать именно к осмотру но два раза была пересажена когда орхидеи кино я только лишь единственное что знаю про них они были пересажены два раза все но конечно по причине того что теряется тургор и вот в таком состоянии нее уже отдали изначально просто-напросто могу предположить что орхидея хочет пить больше чуть не ее я ничего сказать не могу конечно же отсюда ее достаем она находится уже на поверхности и давайте посмотрим на ее корневую систему хорошенько нормальненькая корневая система местами есть конечно подпорченные корни а в основе я бы сказала что орхидея просто-напросто хочет пить она где-то усажена была правильно но она была усажена видите по верху и грунт у нее также сухой почему я еще решила помочь этой женщине потому что знаю ее жизненную ситуацию что ей сейчас никогда выхаживать вот такие больные орхидеи о чем она меня и попросила сейчас мне необходимо просто-напросто удалить вот эти часть здесь нет прям такого большого что-то плохого гнилостного сухие корешочки орхидея изначально сидела в архиатте женщина это постоянно у меня приобретает архиату серамист тоже еще видимо с тех времен был она его сюда насыпала тоже ранее имелся в продаже цветоносик отстригая он сейчас орхидейки абсолютно не нужен он здесь уже усох и вот давайте обратим вот такое внимание на цветонос вот когда вы срезаете его и либо он у вас идет в посадку от видите здесь есть небольшая полость то лучше эту полость в посадку прикрывать это щель для воды иначе сюда попадет вода и конечно орхидею будет уже дальнейшем провоцировать на гниение просто-напросто я его укорачиваю вижу что сейчас здесь никакой полости у меня нет если у вас есть обязательно хоть чем прикрываете я прикрываю обычной свечой восковой и все хорошо здесь также видно что стволик был подрезан рубить я его не буду здесь остаются незначительные здесь ничего видите стволик он такой ничего здесь отрезать и не нужно все остальное нормально чешуйки зачищены теперь только лишь орхидейку могу отпустить в посадку даже ничего просушивать не надо здесь уже и так совсем все сухо изначально грунт я отсюда вытряхнул здесь видно что местами которые корешочки были плохие здесь остаются вот они часть плохих корней использовать буду тот же самый субстрат потому что он хороший и смысла менять его нет король постараюсь максимально соединить от сирамисок и буду уже потом усаживать расстройками у меня пойдет тот же самый горшок обычная стандартная посадка ничего здесь я мудрить не буду даже орхидею усаживаю типу закрытой системы я также ну не лежит у меня душа почему-то не хочу не знаю может быть на то что не знакомая для меня это орхидея посмотрим мне кажется что и в этой посадке она приживется нормально в обычную посадку я дренажный уровень не использую вот почему не знаю кстати кокосовое волокно можно сюда положить ребят косовое волокно и будет тем самым дренажным уровнем которые очень полюбили орхидеям также мне она нравится наличие есть почта россии вам могу отправить просто напросто вот так на укладываю кокосовое волокно дает хорошую аэрацию сквозь него не будет просачиваться падать вниз никакой грунт вот так достаточно и на него сверху усаживаю орхидею постараюсь конечно максимальные туда тогда грубее ложится видите она у меня в правый бок но ничего страшного в этом нет из бархидея здесь вообще изначально прижилась а в каком боку с какой стороны горшка она будет сидеть это уже без разницы и грунт как вы изначально видите он уже сухой пополучить позже вам скажу немного насыпаю серами сам циафлора это я бы сказала заменитель серамист серамист намного дороже чем циафлора серамист он также содержит различные питательные микро и макроэлементы которые необходим орхидеям для восстановления реанимации ранее я полностью реанимационные орхидеи там восстанавливала в тирамиси сейчас у меня его нет ну ладно что поделать и просто вот так до усаживаю и еще немножко сверху присыпаю орхидею архиата орхидея будет здесь выглядеть корни я вижу за ними буду наблюдать и сверху не касаясь шеи и ребят уже сейчас у орхидеи будет первый полив потому что она и так засушена и дальше тянуть уже некуда сразу же будут не применять а вот такой стимулирующий препарат и тебе 101 который в наличии также у меня есть хороший нарджайзер виталайзера для орхидеи натурально всего лишь одна капелька на 1 литр воды можно было бы любой препарат но у меня времени нет что-то там еще разводить здесь просто каплю и уже все готово и в этот препарат я сразу же положу мох замочу его здесь но он у меня уже важненький такой сразу же уложу его вверх орхидея для чего мне нужен мог здесь здесь гнилостного процесса никакого нет внутри корневой системы отжимаю его если бы было о нельзя закладывать мхом ну то есть я не стараюсь этого делать когда гнилостный процесс чем больше влаги скапливается внутри грунта тем быстрее начинает гнить корневая здесь все спокойно стабильно просто она хочет пить и чтобы мне задержать воздух внутри грунта я просто-напросто его сюда поверх укладываем и он будет как фильтрующий элемент сам мог и в то же время приостанавливать влагу чтобы такого обильного испарением орхидеи не было укладывая по всему периметру опять же не касаясь ствола чтобы не провоцировать на гниль в будущем когда я буду совершать поле в первую очередь я буду поливать увлажнять мох если он ложится на шею соответственно провоцирует орхидею на гниль для того чтобы мне побыстрее и поскорее восстановить тургор у листа необходимо сами листики устанавливать наверх на опору и я так думаю что вот по всем этим манипуляциям которые я проделала для орхидеи уже буквально дня через два через три нее будет хороший и нормальный тургор когда лист находится наверху то питательные вещества и сок растения лучше всего прогоняется когда лист наверху если орхидея листьями вниз то ей будет сложнее и дольше адаптироваться и восстанавливать свой тургор поэтому не ленитесь а делайте именно вот так сейчас не будет выглядеть вот смог мог сверху уложила и конечно же теперь у меня идет следом полив но орхидея на первый раз возможно полива 3 у меня будет именно проливом то есть даю ей микрополив стараюсь увлажнить верхний слой махом и сам грунт но даже вот серомис ориентируясь пусть видите сразу серомис как намыкает и какой он становится темной почему не погружать во-первых орхидея обезвоженная если ей дать огромное количество воды у нее случится водный отек и она может начать скидывать свои листья они могут у нее начать желтеть и чтобы исключить этот процесс я лишь просто-напросто несколько поливов будут постепенно восстанавливать ее водный баланс и когда я уже увижу что тургор у листьев хорошие листочки завалились только лишь потом можно ее будет полноценно погружать а пока по чуть-чуть аккуратненько и осторожно компоненты грунта у орхидея на данный момент влагоемки они ей и нужны для того чтобы побыстрее восстановить корневую систему чтобы она напитывалась и вообще орхидею в целом необходимо давать такие компоненты я еще думала мог уложить ну где-то в этот уровень ну ладно у меня здесь лег серомис и поэтому обойдемся только лишь им сейчас когда вода у нее в поддоне скопится я остатки солью смотрите ребят когда я сейчас пролила я вижу цвет корней он какой-то ненормальный с одной стороны можно было бы предположить что и будет какой-то гнилостный процесс если он здесь у меня начнется то есть корни то они не совсем зеленого цвета вот эти вот еще более менее зеленый а эти какие-то такие коричневато желтоватые что ли то есть это не нормальный цвет корней я буду за ней и наблюдать это что я сейчас ей даю также стимулирующие препараты это делать необходимо ни в коем случае не удобрения только лишь стимулирующие препараты но если буду замечать такую картину что корневая вдруг какая-то больная либо начинает портиться гнить уже тогда начну применять не фунгициды а пока ладно обойдемся стимулирующим препаратом приступаем ко второй орхидеи здесь я предполагаю что у нее корневая гниль возможно потому что также просматривая ее горшочек но это корней здесь я не наблюдаю что-то и здесь либо вообще нет либо очень и очень мало также смотрите ствол с одной стороны кажется что это фузариозное кольцо видите такой фиолетовый цвет такое бывает у фузариоза и также еще от основания начинает сохнуть корень тоже можно предполагать что фузариоз цвет я изначально вообще по телефону спрашивала узнавала что за это сорта что за это краса нагреть лена уже не помню если честно давно не цвели и вот болеют болеют не помню но с другой стороны видите у нее даже вот листья они сами окрашены в такой вот цвет вот лист таким цветом вот и здесь также сам листик по себе видите фиолетовые значит это орхидея с каким-то ну вот таким темным окрасом изначально я бы предположила что и фузариоз каждый листик он является вот таким темным цветом вот его кайма ну давайте доставать ее отсюда ой бог ты мой видно видно что здесь даже есть лесен а это уже орхидея но я так и предполагал что ее необходимо будет мне лечить корешочки плохие гниющие почему от орхидеи такая ситуация что у нее плохой тургор нее корневой системы ты здесь так таковое видимо не расстанется корневая гниль которая не дает питание не дает развития здесь вот можно наблюдать плесень эту плесень корневую и можно также легко выводить с помощью триходырмы эвериды пока брежу и и где-то вот так этот корень полностью это полностью это орхидея у меня будет я так предполагаю реанимационного здесь вот гниющие его трогаешь и примут жидкий я его также отстригнуть есть придется мне сейчас укоротить ствол потому что видите на конце здесь уже мало чего есть но даже вот этот корешочек пусть он и есть все равно вот пол это первый корень я вот так ствол укорочу корень вот это никакого значения здесь особого не имеет из-за одного его оставлять такую кочерыжку тоже не имеет значения еще последний нормальный корень сам на нижний вот является этот врезаю рядышком возле него также нужно посмотреть чтоб никакие другие корни я здесь не обрубила смотрим сразу же на ствол что здесь стулик хороший нормальный чистый это конечно меня успокаивает тем что нет здесь никакой грибковости видите сочный нормальный зеленый хороший цвет и по поводу него уже беспокоиться не стоит здесь небольшой цветоносик которая ранее был также его отстригнуть цветонос также является неполым и ничего здесь замазывать не нужно чешуйки уже изначально все убраны вот ребят что остается от корневой системы но по крайней мере это будет лучше чем совсем ничего вот ребята смотрю сейчас здесь почему-то но я решила изначально перебрать грунт и думаю сейчас его буду брать в посадку и замечаю такую если честно не такое ств предполагаю что это есть та самая плесень которая вот на корнях возможно либо грунт заразился но сама по себе архиат и я всегда ее нахваливаю это очень хороший качественный грунт который сам не дает никогда плесени и гнили которую можете встретить от обычной коры здесь видите какая ситуация я впервые прям такое вижу на архиате посмотрите вот видите покрыт таким белым налетом как будто бы паутинкой здесь паутинка и я вижу что это плесень с одной стороны такое предположить возможно когда обработку делают самой архиаты то есть ее покупает начинает в кипятке обмачивать либо начинают очень мощно и обильно промывать и под проточной водой а мы изначально знаем что архиат она обработана доломитовой мукой для того чтобы как раз таки не образовывалась ничего вот этого плохого и грибкового за присвеневшегося и я предполагаю именно такой момент что скорее всего хозяйка она изначально то архиату и обработала и возможно также и у изначально у орхидеи присутствовала грибковость которая также с корней могла спокойно уйти на весь грунт и заразить уже в целом грунт поэтому я его сейчас использовать не буду я практикую такое что именно старую микрофлору старый грунт я усаживаю в новые посадки ну да ты скорее всего она и есть потому что видите вот она плесень с архиата такое никогда не бывает если вы не навредите этой архиате сами да там и есть мои предположения верны чтобы сейчас орхидеи не содержать вот в этой заплесвеневший коре я ее полностью отсюда удаляю собираю выкидываю из посадку уже выбрать не буду это однозначно смотрите сейчас у орхидеи есть два варианта либо я у нее промазываю вот этот ствол и орхидею просушиваю усаживаю ее в влажный грунт почему во влажно потому что изначально она уже хочет пить корневая стима не работающий и вы видите также орхидеи обезвоживания но сделать я этого не могу не ее усадить именно во влажный грунт для того чтобы мне не провоцировать еще больше орхидею именно на гнилостный процесс самой корневой системы я просто-напросто сейчас перед посадкой орхидею напою дам ей водички и уже усажу ее в грунт и потом в сухой грунт и потом со временем уже смогу орхидею аккуратненько проливать обязательно у меня должен быть препарат какой-то любой в моем случае как всегда это привикур который ребят также наличие у меня есть и вы можете обращаться это инновационный фунгицид который содержит еще стимулирующий препарат наращивания корневой системы необходимо полтора миллилитра на литр воды но мне на 500 миллилитров нужно лишь всего лишь половину дозы если у вас привикура нет можете работать с какими-то другими препаратами здесь допустим биологические препараты можно не использовать и не будут мало чем вам помогать но также тяжелую артиллерию в виде фундазола максим тем более нельзя применять берите топаз скор витарос но я ими не пользуюсь и поэтому сказать про вам про них не могу и вот так на 30 минут не обрабатывая пока шею я сюда орхидейку саживаю правда и 30 минут пусть она попьет воды и тем самым в привикур поработает какой-то гнилостный процесс грибковость он сейчас начнет уже уничтожать на корнях вот так установила палочку сюда для того чтобы орхидея полностью шеи не окунулась в воду иначе она у меня падала чтобы не провоцировать чтобы вода не попадала в пазухе не провоцировать на гнилостные процессы самого ствола 30 минут ребят у меня уже прошло орхидеечку отсюда достаю и корни вот так нормально таки увлажнились теперь мне обязательно необходимо место у ствола вот эту свежую ткань чем-то прикрыть вы можете здесь даже прикрыть его каким-то биологическим препаратом таким но сухим как тихо дерма верили субтилиус бациллез но вот у меня которые препараты есть я вам о них говорю потому что здесь видите никаких гнилостных процессов нет ствол чисто спокойно можно и обойтись этим я буду прикрывать более тяжелой артиллерии фундазол можно также здесь поработать и максимом и вот этот корешочек который также я под срезала изначально здесь был гнилостный его необходимо обязательно прикрыть если здесь присутствует какая-то грибковость чтобы дальше по корню она не расползло чтобы предотвратить и вот в таком виде даже если вы орхидею просушите ни в коем случае нельзя отправлять в посадку у меня один один единственный раз был такой плачевный случай когда я просто просушила вроде бы тоже было все сухо вот все нормально все здорово и именно сам ствол он не был каким-то болезненным но на момент посадки именно это место она начала у меня чернеть и вот прям чернота чернота такая поползла по стволу и всю орхидею села и это я увидела только тогда когда орхидея у меня чуть ли не в руках рассыпалась сундазолом я работаю в перчатках в маске в наличии ребят он у меня также есть обращайтесь почта россии могу отправить и орхидею теперь уже просушиваю но либо немножко подсушу либо до конца просушивая обязательно прошел у меня час листву но как будто бы подсох ну конечно я понимаю что подсох не до конца ладно потом в будущем не буду провоцировать и буду слишком поливать в общем сейчас уже у меня будет пересадка конечно же необходимо правильно для орхидеи подобрать объем выбрала вот такие вот три емкости это одноразовый стаканчик 200 это 500 и это такой горшочек для орхидеи диаметром 9 изначально я думала усадить орхидей q вот сюда но посмотрите какой огромный объем и при реанимации чем меньше объем корневой системы внутри грунта внутри посадки вы даете тем быстрее орхидея будет адаптироваться в будущем конечно уже можно будет ее пересадить сюда далее думала вот такой стаканчик он идет маленьком по ужин и повыше хорошо было бы с одной стороны но даже если орхидею вот так на низ усаживаешь все равно объем видите какой является большой поэтому мне не подходит и в итоге я уже решила подобрать именно вот такой стаканчик 200 миллилитров теперь уже будет самый раз объем корни только-только соприкасаются со стенками горшка и сама посадка она будет заглублена видите сам ствол находится намного ниже нежели сама орхидея это будет стимулирующе если я орхидею усажу вот так у корни от основания она будет наращивать медленнее чем ниже тем больше здесь влаги и это провоцирует орхидея именно на рост новых корней я думала о том какая будет у нее посадка конечно какие-то прям сильно влагоемкие компоненты такие как мог я ей не могу сделать у меня единственное что есть и так же хотела на одно сделать после волокно место мне не хватает стаканчик там у меня вообще-то без каких-либо отверстий их необходимо сделать чтобы было водички куда стекать если я их не сделаю то будет посадка по типу закрытой системы когда орхидеи гниет корневая ни в коем случае этого делать нельзя иначе весь гнилостный процесс пойдет дальше уже в дальнейшем дай бог она проживется будет все хорошо когда корни обрастут только потом можно будет ее сюда закрытую систему усаживать все вот так просто устанавливаем корешочки и поправляю чтобы ниже усадить меня есть архиатом фракции 12-18 миллиметров есть покрупнее но крупно мне также не нужно потому что орхидея начнет быстро просыхать это будет в самый раз и сухая фракция и сухая архиата обязательным в коем случае сейчас не мокрая и просто-напросто орхидею засыпаем также ребят архиатами на вичи обращайтесь я же не хотела сюда немного добавить на флоры чуть-чуть компонент он был влажненький архиат она будет достаточно быстро просыхать если без флора чуть-чуть буквально ей насыплю под столик сейчас постараюсь ей положить кусочек архиаты туда акция флора не засыпалась буквально чуть-чуть пол горсточки буду ориентироваться именно также по архиате в поливе достаточно досыпаю архиат вот так уложила сюда архиату как видите шеи тоже не касается на первый раз не стоит чтобы кора прилегала плотно к стволу и вот такая вот будет у нее посадочка и конечно же устанавливая орхидеи на опору чтобы она быстрее восстанавливала листы тургор это прям ребят необходимо делать и вот так вот листиками к верху меня теперь орхидея будет стоять думаю что ей понравится вот такие ребят манипуляции я над данными орхидеями правила теперь конечно же ставлю их на адаптационное окно пока подальше ото всех своих потому что это незнакомое для меня растение не знаю как они себя поведут вредители не вредители вот орхидеи мы уже выявили что грибковость она присутствует на корнях дальнейшие мои действия по поводу данной орхидеи и вот если вы сейчас посмотрите нее весь серомис увлажнился вообще полностью увлажнился и такого микрополива орхидеи будет достаточно следующее действие по поводу этой орхидеи также пристальное наблюдение внимание если я буду наблюдать именно тот момент и следить за корешками вдруг начинает портиться я обязательно в полив включаю фунгицид но если я замечаю что у орхидеи все нормально вот даже сейчас тот пролив который случился этого хватит где-то примерно на 3-4 дня и на 4 допустим пятый день когда мне уже необходимо будет пролить я посмотрю если корни портятся тогда фунгицид если остается так как есть продолжаю обязательно давать стимулирующие препараты для того чтобы у нее были силы на восстановление все больше ничего не делаю в пакет я орхидеи как многие мне советуют так не делаю не стараясь корни начнут питать орхидеи вот я вам честно говорю могу даже видео если необходимо напишите мне об этом в комментариях я могу вам записать что допустим стала орхидеи но спустя неделю и вы увидите что листья они у нее будут от ну достаточно такие плотненькие как только корневая начнет работать быть активным никаких пакетов уже не нужно будет насчет вот этой орхидеи здесь конечно же грековость фунгицид это прям вообще обязательно моем случае привикур каждый раз именно методом пролива проливаю проливаем сейчас кстати вы же заметили что грунт у нее сухой цифлора сухая архиата сухая для чего взаимодействие с корневой системы даже с одним корешком было более взаимодействие со стволом было ствол еще не до конца просох поэтому я усадила в сухой грунт и когда вот такие происходят манипуляции обязательно усаживаем орхидеи в сухой грунт пройдет дня два за два дня в сухом грунте по все эти раны они хорошенечко затянутся и только через два дня ее можно аккуратно пролить ориентироваться также буду по циафлоре по грунту ни в коем случае не погружать иначе все эти корни которые есть их достаточно мало они начнут гнить еще больше сейчас прям маленечко маленечко мало того что орхидея обезвоженная ей не хватает сейчас воды и когда вы даете пусть даже на такой объем горшка даже методом погружения это много корневая ее система она даже не способна потреблять столько воды сколько вы даете много нет ни в коем случае не надо пролили чуть-чуть пусть даже вы будете каждый день ее проливать но по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и скажет и каждый раз именно с фунгицидом как только я начну замечать что орхидеи хорошо корневая система у нее не портится а если вдруг местами она где-то начинает прорастать конечно именно в этот момент фунгициды прекращаю и начинаю ее стимулировать ни в коем случае также никакие пакеты сюда не одеваем потому что и присутствует грибковость для грибковости вот я сейчас если даже одену в пакет это же будет вакуум орхидея перестанет дышать и все вот эта влажность будет испаряться именно с вредными порами и также это грибковость может засесть на листья но здесь вот вы может быть заметили на листу орхидея такое темное пятнышко я подозреваю что вообще орхидея здесь изначально был солнечный ожог но потом она его прикрасила и даже это пятнышко если содержать в пакете отсюда начнет прорастать грибковость ни в коем случае я не в какие их пакеты не устанавливай что еще хочу сказать когда изначально хозяйка но не знала что с ними делать сейчас там и ситуацию разобрали и примерно имеем представление что с ними думаю что мои заключения будут являются верными стимуляция она хотела именно их простимулировать потому что но вот тургор потерян и значит почему-то нужно им стимуляции не знаю ребят хочу вам сказать лишь об одном если вы не знаете и вот даже ну новичок да там не предполагайте что с орхидеями дело сейчас полным-полно групп каких-то социальных сетях также видео в ютубе но конечно не вся она является полезной и где-то может быть правильной но тем не менее какую-то информацию можно ее найти ладно вот у этой женщины не было времени этим делом заниматься но если у вас есть обязательно необходимо знать что ты хочешь от орхидея если вы вот эту орхидею оставить так как есть и начать вот просто-напросто и и стимулировать что в итоге могло бы получиться я часто такое слышу даже мне задают вопросы показывают там показывают точно самую но практически такую же ситуацию как с этой орхидея я вижу что гнилостный процесс вы что с ней делали я ее стимулировал там янтарная кислотой там еще какими-то различными кислотами и вот знаете видно такую ситуацию что орхидея вот ее же стимулируешь и конечно она будет что-то наращивать и она вот прям но из последних сил наростит один корень 2 корень и человеку кажется ну наращивает это же нормально и в итоге потом бах выстреливает и все просто-напросто болезнь настолько поражает орхидею что она уже не может никакой мне нет сил даже нет сил наростить какой-то еще единственный корешочек у нее просто вся эта болезнь забирает силы и в итоге орхидея погибает мне эту орхидею необходимо изначально лечить как только я пролечу эту грибковость только потом я начну приступать к стимуляции ладно с этой орхидеи еще бы куда не шло или можно стимулировать как я думаю на данный момент но вдруг у нее также я же еще сказала заранее что корневая у нее не стабильно мне не совсем понятно что с ней будет иногда бывает вот берешь орхидею и ты понимаешь что но стимуляции все больше ничего нет никакой грибковости корневая система у нее абсолютно не гнилая никакая не испорчена а здесь есть сомнения поэтому сейчас изначально я за ней наблюдаю даю стимулирующие если я вдруг вижу корни портятся все сразу убираю всю стимуляцию и начиная ее пролечивать поэтому но вот я не знаю даже новичку должно быть понятно что с корнями либо они гниют либо они просто высыхают и хотят пить конечно это где-то сложно но да посмотрите вы где-то в интернете но почитайте вы информации хотя бы элементарно да спросите вы хоть у кого-нибудь иначе вы орхидеи можете на раз-два их загубить думаю что орхидеям все понравится думаю что мне сил и ума хватит для того чтобы их восстановить пожелайте конечно же этим орхидеям поскорейшего восстановления выздоровления чтобы они поскорее побыстрее вернулись к своей хозяйки всем всего самого доброго всем пока